Здравствуйте на государственном телеканале Западной Армении. Очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Армянский тудук был зарегистрирован в списке ЮНЕСКО в 2008 году. Второй тур выбора в Варцахе пройдет 14 апреля. Зарегистрировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции в Армении. Количество подтверденных случаев достигло 881. МИД Сирии призвал ЕС отменить антисирийские санкции. Взрыв на военно-промышленных складах близ Анкары. В Ухане закончился карантин. В провинции Тунджели в Западной Армении дикие козы спустились в городской парк. Музыку армянского дудука – символы армянского нагоря ЮНЕСКО в 2005 году объявила одним из шедевров нематериального культурного наследия человечества. Элемент армянского нематериального культурного наследия под названием дудука. Его музыка включена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения выпустило заявление по этому вопросу. В последние годы было реализовано много программ в области защиты, передачи и популяризации дудуков. Организованы местные международные фестивали, флешмобы и другие мероприятия. Одним из доказательств этого является флешмоб «Ари Пари Кочар», который начался в Греммобле, Франции, и в этом году посвящен армянскому инструменту дудук. Цель состоит в том, чтобы выявить талантливых музыкантов, играющих на дудуке, и сделать армянский дудук более известным всему миру. Накануне 7 апреля состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии Республики Арцах под председательством главы комиссии СРПИ Арзуманян. Как сообщает пресс-служба ЦИК Арцаха, в повестку дня было включено 6 вопросов. Часть из них, обсужденных на заседании, касались выборов президента, в частности, руководствуясь третьей частью 89-й статьи Конституции Республики Арцах, вторым пунктом 1-й частью 92-й статьи и третьей частью 97-й статьи Избирательного кодекса Республики Арцах. Основываясь на результаты выборов, заседание было решено 14 апреля 2020 года провести второй тур выборов президента Республики Арцах, объявив день голосования, вторник, 14 апреля, нерабочим. По результатам было зафиксировано, что данные кандидата в избирательном бюллетене будут изложены в следующей последовательности. Мейлиан Масис Самвелович, Артюнян Арейк Владимирович. За сутки в Армении зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Национального центра по профилактике и контролю над заболеваниями Министерства здравоохранения. Таким образом, на 11 утра 8 апреля общее число заразившихся достигло 881. Армения продолжает оставаться лидером в печальной статистике за Кавказе. Вылечились 114 пациентов, 9 скончались. На данный момент продолжает получать лечение 758 человек. Медсирий призвал Евросоюз снять односторонние санкции. Дамаск из Дамаска передает агентство САНО. Как отмечают сирийские дипломаты, жители арабской страны отказываются в опасности из-за распространения коронавируса, так как санкции ставят под удар систему здравоохранения в стране. В Министерстве иностранных ДЛСИ утверждают, что санкционные меры США и ЕС противоречат международному праву и правам человека вообще. В заявлении подчеркивается, что Дамаск присоединяется к правительствам других государств, требующих от США и ЕС отмены односторонних рестрикций по отношению к ряду стран, чтобы не допустить там гуманитарную и эпидемиологическую катастрофу. Взрыв произошел на складах одного из цехов корпорации «Рокет Сан», принадлежащей фонду вооруженных сил Турции в районе Эль-Мадак, провинции Анкара. Как сообщает Разминфа, об этом сообщила турецкая газета. Начальник Главного управления оборонной промышленности Исмаил Демир заявил, что в результате взрыва никто не пострадал, трое рабочих получили ранения. Расследование причины взрыв продолжается. Согласно заявлению The Global Times, 76-дневный карантин в городе Ухань, который считается первоисточником коронавируса COVID-19, закончился. Власти заявили, что 11 миллионов человек, которые были в карантине в городе Ухань, могут покинуть город без разрешения. Официальные органы также сообщили, что ограничения не были полностью сняты. Школы и детские сады пока не будут открыты. В Китае эпидемия значительной степени находится под контролем. Из-за эпидемии коронавируса улицы провинции Чеммеш-Гезек были опустошены гражданам. Запрещено покидать свои дома. Воспользовавшись свободой и пустотой города, дики и козы спустились в гор, прогулялись по городскому парку. Атара Кос посетила парк Гюрзель-Эру. Это удивительное явление записал один из граждан. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение Дудука Бенд. Оргумецом хаиста. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Продолжение следует... Продолжение следует...